В рамках 520-летия Пустозерска в Нарьинмаре прошла международная конференция «Научный, культурный и образовательный потенциал Пустозерска» – первого русского города в Арктике. Кроме представителей Ненецкого округа, участие в конференции приняли археологи, ученые, эксперты, палеонтологи, исследователи, музейные и научные сотрудники из Архангельск, Москвы, Сургута, Сыктывкара, Екатеринбурга, Иркутска, Усть-Цильмы, а также сотрудники зарубежных научных центров из Стокгольма и Тромсе. В рамках конференции была организована работа тематических секций. Одним из значимых мероприятий стала презентация новой книги о древностях Городецкого озера по материалам работ предыдущих лет археолога Александра Мурыгина. Конференция в юбилейный для первого заполярного города год состоялась благодаря соглашению о сотрудничестве между администрацией региона и компанией «Лукойл». И, как отметила директор музея-заповедника Пустозерск Елена Меншакова, эта встреча имеет огромное значение для культурной жизни округа. Огромное спасибо, конечно, нефтяной компании, публичному акционерному обществу, нефтяной компании «Лукойл», которая профинансировала этот форум. Благодаря компании мы сегодня имеем возможность видеть здесь специалистов достаточно высокого мирового, в том числе уровня. Идет активное обсуждение. Благодаря компании «Лукойл» мы смогли издать книгу Александра Михайловича Мурыгина. Завершилась работа конференции с запоминающимся ярким праздником. 14 сентября жители Ненецкого округа и его гости отметили День Пустозерска. Прошли с экскурсии по эко-маршруту «Большая пустозерская тропа» и «Пустозерское городище». Здесь же, на месте древнего города, в этот день торжественно открыли скульптурную композицию «Ворота в Пустозерск». Это входная группа. Мы ее называем «Ворота в Пустозерск». И «Ворота в Большую пустозерскую тропу» – это экологический маршрут. Но сейчас вы видите как раз вход на экологический маршрут, который длиной 8,5 километров. И на его барельефе изображены те живые объекты, которые встречаются вдоль этого маршрута. И входная группа у нас сделана силами сотрудников музея, волонтерами и мастерами, художниками творческой студии «Тайбола». Это город Северодвинск. Сделали их в этом году как раз к 520-летию Пустозерска. Это некий такой подарок в Пустозерску. А вообще инициатором этого проекта, ну вот строительство входной группы, было Ненецко-оригинальное общественное организование «Общество краеведов». Совместно с Пустозерским музеем-заповедником. Ну а поддержал нас фонд грантов президента Российской Федерации и администрация нашего региона, за что им огромное спасибо. В рамках празднования 520-летия Пустозерска группы туристов вышли на 12-километровый маршрут по большой Пустозерской тропе, познакомились с прекрасной природой, с достопримечательностями, а также смогли переправиться через усть-городецкую виску. Мы шли и видели всякие деревянные статуи. Когда шли, стояли стенды, например, был стенд «Сибирская сосна» и «Тихая охота» на грибы. Еще были скамеечки, поставили в этом году, введя оленей в ног. И были всякие статуи животных. Мама, вам как? Очень понравилась, очень интересная тропа. Считаю, что она не очень сложная. Для нас, для нашей семьи было очень комфортно идти. Мы не устали. Может быть, где-то на последних уже километрах, последняя дистанция какая-то, может, была сложная. Но это было незаметно. Завершилось празднование в деревне Устье, где работали интерактивные площадки. Также перед гостями выступил ансамбль старинной крестьянской музыки. Мероприятие «День Пустозерска» этого года не состоялось бы без поддержки публичного акционерного общества «Лукойл». И мы благодарны нашим спонсорам. Они не первый год поддерживают наше мероприятие. Я уже говорила, что «Лукойл» – это надежный и добрый партнер Музея-Заповедника Пустозерска. Екатерина Дементьева, Любовь Пермякова, Александра Бобрякович, Дмитрий Лукевич и Владислав Носкин. Телеканал «Север».